Здравствуйте, друзья! На обзоре у нас сегодня будет Toyota Camry 2015 года. Вот такой вот целый утопленник, который мы будем пускать на запчасти и отправлять в Украину. Один из наших клиентов приобрел, привет, привет всем, приобрел данный автомобиль на аукционе Copart. Посмотрите, вот так вот выглядит дырочка. Продавала, как всегда, страховая компания. Автомобиль приобретались сугубо для распила-разбора. Не знали, что он заводится. Продавался он, как незаводящийся. Сейчас что мы видим? Автомобиль полностью заводится и едет. Полностью весь целый. Есть небольшие царапины, стоят секретки. Мы проверили его. Смотрите, ребят, как бы при проверке, что мы выявили? Мы выявили, что вода здесь есть, она присутствует, да, то есть вы видите, пол у нас мокрый. Опять же, здесь как бы сухо, но внизу все равно есть вода. Со всех сторон, везде, то есть она не то, что утопленник, она подтонула. Опять же, разбирать, это выбор клиента. Клиент захотел разбирать, мы пилим, разбираем. Целого диапазона этих автомобилей, ребят, вот в таком состоянии, я думаю, примерно от 8 до 10 тысяч долларов. Как вы считаете, нормальный вариант под разбор? Пишите в комментариях, вы бы что делали? Разбирали, либо оставили под таможню? То есть, ну, как бы, наш клиент выбрал вариант разбора, поэтому данный автомобиль мы будем пилить. Сзади, смотрите, обратите внимание, какой салон, то есть кожа со вставками замши, то есть довольно-таки интересный салон. Все обшивочки, которые были сняты, которые здесь лежали, вот они здесь лежат, сзади под стеклом. Сейчас я вам покажу багажник, посмотрим, что у нас там в багажнике, есть ли вода или нет. Опять же, многие уже писали, когда увидели этот автомобиль в инстаграм, что оставляйте, не пилите. Ребят, мы можем оставить, можем разобрать все, как вы пожелаете. Это сугубо выбор клиента. Смотрите, здесь у нас воды вообще нигде нет. Все сухо, все чисто. Да, Саша, я выниму, вообще покажу, чтобы все видели, что в багажнике здесь вообще все сухо. То есть водичка, если и попала, она попала сугубо под сиденье. Списали этот автомобиль, не списали. То есть, ну, пишите, пишите в комментариях, то есть, как бы, я думаю, что, вот мое личное мнение, что его списали. А вы как думаете? Так, что-то очень долго тут крутится, я хочу показать, что именно там под докладкой, чтобы все увидели, что водички в некоторых утопниках и не бывает. Ее не бывает, допустим, в том же багажнике, она бывает там под сиденьем. Так, вы видите, какой длинный болт? Наконец-то. Смотрите, оп, а здесь у нас все очень чисто. Вы видите, что водички здесь просто не было никогда. Все, положим все на место. Это все равно разбирается, поэтому оставим. Ну что ж, давайте перейдем к осмотру. Дальше есть камера заднего вида, полностью целая вся задняя часть. Задние фонари у нас полностью целые. Для разбора неплохо, для продажи, кстати, сколько, ребят, пишите в описании, в комментариях, сколько стоят задние крышки, фонари, фары, бампера. Допустим, у вас, в ваших странах, сколько стоит задняя четверть? Вот, к примеру, если приобрести этот автомобиль за 10 тысяч долларов, выгодно его продавать на запчасти или нет? Давайте посчитаем, давайте посчитаем вместе. То есть, сколько стоят двери, сколько стоят такие колеса? Кстати, есть секретки, но секретки я нигде не видел. Здесь сняли все, вот. Так, кроме здесь. Здесь мы не снимали обшивочку, да, Дойка? И страховая не снимала. Но с этой стороны также все снято. И точно так же, вот, обратите внимание, есть вода, да? То есть, вот, если камера передаст, вы видите, там пузырится вода именно. Все работает. Работают все сиденья. Вот, смотрите, вы видите, да, вперед-назад. То есть, все в неплохом состоянии. На автомобиле небольшой пробег. На автомобиле 34 тысячи пробег. В бардачуке у нас лежит в бардачке книжка сервисная. Но, опять же, не знаю, если клиент, если тебе она нужна, она к тебе отправится, если нет. В мусор. Сейчас подниму я капот, покажу вам, что с капотом. Диски, кстати, немножко поцарапаны. Вот есть такие моменты. Лобовое стекло полностью все целое. Есть люк. По передней части у нас, как всегда, есть нарекания работы аукционов, да? То есть, вы видите, бампер здесь, бампер здесь. Но решетка визуально вся целая. Кстати, мордочка такая, довольно интересная у этой Камри. Давайте посмотрим, что у нас под капотом. Вот так вот выглядит подкапотное пространство. Батарею мы сразу сняли, так как в любом случае это утопленник. В любом случае есть вода под ковром. Поэтому все батареи мы снимаем, да, для того, чтобы не было короткого замыкания, чтобы не было никакого возгорания. Жидкость на месте, все на месте. Вот так вот будем пилить автомобиль. Вот объем 2,5 у нас здесь. Фары, да? То есть, ребята, вы видите, все полностью целое. Сейчас давайте проверим фары, проверим люк, проверим музыку. Кстати, музыка у нас здесь работает. Фары, повороты. Это все работает. То есть, вы видите, музыка точно так же, обдуважки. Все работает у нас. Работает, так, работает у нас печка. Конечно, запах, запах присутствует. Запах вот это вот именно стоячей воды, то есть, да, то есть застоявшейся воды. Вот он не очень хороший. Не горит ни одна лампочка, ни одна, ребята. То есть, вот такие вот оплики приобретают наши клиенты. Есть подогревы. Подогрев левого сиденья, правого сиденья. Что у нас с люком? Давайте посмотрим, что у нас с люком. Люк у нас работает так же. Вот такой автомобиль. В общем, ребят, пишите в комментариях, что бы вы сделали с этим автомобилем. Разобрали бы или отправили бы в свою сторону. Кстати, клиент из Украины еще мог бы ее привезти под льготную таможню. Но на данный момент, пока мы видим, что он сказал пилить, разбирать. Значит, пилим, разбираем. Все, ребят, хотите такие автомобили? Хотите такие автомобили для запчастей, под запчасти? Хотите доноры такого плана? Пишите, звоните. Сеймоторс мы всегда поможем вам приобрести автомобиль. Разобрать, упаковать, отправить в вашу страну. На данный момент мы отправили за последние два месяца где-то шесть контейнеров уже с запчастями в Украину. Это только в Украину. Не считая Казахстана, не считая России, не считая Белоруссии. Вот сейчас мы как бы делаем контейнеры. Вот такие моменты. То есть, поэтому всем, кому интересно, милости просим. Плюс один, два, шесть, семь, шесть, три, два, четыре, семь, семь, четыре. Вайбер ВАЗ. С вами Александр Владимир Толовичко и компания Само Моторс. Ну и пишите по поводу этого автомобиля. Пилить, не пилить, что бы сделали вы. Все, всем бай. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...